Как у вас, братья и сестры, сегодня Церковь Православная празднует память святителя Иоанна Златоуста, святого, чьим духовным наследием всем пользуемся. Вот только что закончилась служба, литургия, она так именуется, литургия святителя Иоанна Златоуста. Отредактировав литургические тексты в свое время, он составил такое компактное богослужение, которое, с одной стороны, в полноте даровало людям такое молитвенное богообщение с Богом, с другой стороны, не утомляло людей, поскольку даже в те времена люди тоже, имеется в виду минашествующие, они как бы хотели побыть на службе, но у них были все дела, заботы, и чтобы служба не затягивалась, он составил такой небольшой, непродолжительный текст богослужения. Он был человеком, с одной стороны, пламенной веры, с другой стороны, у него было очень много проблем со здоровьем, но это не мешало ему жить в полной мере в такой духовной жизни. У него очень интересная история, вы можете почитать, я думаю, что у всех интернет есть, у кого книг нету, по крайней мере, в интернете можете найти сведения, как он, будучи человеком действительно слабого здоровья, немощным, но бескомпромиссно отстаивал правду Бога, за что был много раз гоним, и в конце концов, мы просто выгнали из Константинополя, и он умер по дороге в свою ссылку. И последние слова его были, слава Богу за все, это пример для всех нас, потому что в какой-то мере каждый человек гоним бывает, когда он, будучи верующим человеком, с кем-то общается, его иногда не принимают, отталкивают, гонят, и мы часто от этого унываем. Нам кажется, ну почему нас не слушают, почему к нам не обращаются так вот с вниманием, а мы можем вспомнить пример святителя Ана Златоуста. Без такой человек, без безупречной духовной жизни, был даже патриархом константинопольским, архиепископом, и вот окончил свою жизнь в гонениях. Это говорит нам о том, что человек, живущий по правде, очень часто, может сказать, почти всегда бывает гоним. И этого не надо унывать и отчаивать, нужно просто жить с правдой Божией, и тогда все будет слава Богу, слава Богу за все. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.